Всем привет, друзья! Вы на канале Насталки Лайф. Смотрите, какие замечательные парни у меня сегодня в гостях. Николай Константин. Здрасте. Привет. Такие привет. Только что, только что просто ржали в голову. Привет. Во что мы сегодня играем? Во что? В кокосики! Я, честно, я просто... Я очень хотел показать эту игру, но я не знал, как её показать. Но вот мы как-то поставили стол, как-то поставили камеры, и, надеюсь, сможем продемонстрировать геймплей. Игра просто для нас, ну, особенная, наверное, потому что впервые в кокос я сыграл в этой кампании, не хватает только одного человека, который в итоге подписал эту игру и сдаст её на русском языке. Мы на уральском кэмпе вчетвером, часа полтора, языком мы просто играли во всякие что-то евросики там гоняли, какие-то карточные игры, баскетбол какой-то душный. Баскетбол, все, он был. А потом Саня такой, кокосики давайте поиграем, ну давайте, какие-то кокосики. И всё, мы полтора часа, четыре мужика орали, там, хорошо отдельный корпус был, никому не мешали, но это было очень весело. И тогда, да, и тогда Саша такой, я подпишу эту игру, вот так она добралась до нас, к счастью, совсем скоро доберётся до нас. Игра очень простая, это Декстерити, играть можно как с детьми, так и со взрослыми. Я не обращал внимания на эту игру, когда в неё на кэмпе, на миппл-кэмпе играли. Но со стороны выглядит странно. Ну да, сидят люди, ну типа пол первой ночи, сидят люди, орут, такие, ты такой, что? Веселятся, ну что, на сколько играем веселиться? Ну типа того, ну просто со стороны выглядит странно. Но когда ты играешь, какой-то азарт просыпается, и ты просто вот, каждое там точное, суперточное попадание, или помнишь, это вот эти моменты, когда тебе закрывают глаза, и ты в единственную чашечку в итоге попадаешь, там. Это, да, это круто. От компании, возможно, зависит, но вы сейчас посмотрите геймплей и сами решите, нравится вам такое или нет. Я себе коробку обязательно возьму, потому что, ну это просто классная, веселая игра, независимо от того, с кем вы не играете. Мало того, мы играем с модулем, с карточками, можно играть без них, но карты добавляют взаимодействие, позволяют всякие фишечки делать. Давайте я камеру переключу и расскажу чуть про игру и, соответственно, про карты. У нас здесь желтые и красные стаканчики есть, мы выставляем в зависимости от количества игроков определенный узор, ну паттерн какой-то. На троих вот так это играется, красные стаканчики кладутся вниз, потому что, когда ты попадаешь кокосом в красный стаканчик, ты получаешь дополнительный ход. Вот. Задача попадать кокосами в стаканчики и забирать их. У каждого на планшете есть три таких пенечка, куда вы ставите стаканчики, когда попадаете в них кокосом. Прикол в том, что если, допустим, у Коли был стакан, я попал в его стакан кокосом, я забираю стакан у него и ставлю себе на планшет. Моя задача, как и ребят, первым собрать пирамидку из шести стаканчиков. Вот, тот, кто первый это сделал, победил. Но бывает такое, что закончились кокосы. Мы раздали по восемь штук, а вообще, ну они не принадлежат игрокам. Это просто пул какой-то, такой ограниченный. Вот как только мы напуляли кокосов, и они все по стаканам распределены, нечем больше стрелять, то тоже игра заканчивается. В таком случае мы просто смотрим, сколько кокосов в наших стаканах на нашем планшете. Кто больше кокосов набрал, тот и победил. Вся игра. Значит, вот такие карточки есть. Я раздам... Значит, смотрите, их всего 12 штук. Но я подготовил 10. По два экземпляра каждого вида. Потому что один эффект, он не очень удобный для того, чтобы показывать на стриме. Сейчас я расскажу, что он делает. Значит, карточки можно играть на себя, можно на других. Но обычно вы играете на других. На себя вы хотите сыграть только вот такую карточку. Это сделаю еще один ход. Ты просто в свой ход играешь такую карту и делаешь дополнительный ход. И все. Вот она такая простая. Вот такую карту ты играешь на игрока и закрываешь ему глаза. Он стреляет вслепую. Если играешь карту с этим эффектом, то показываешь, в какую чашечку должен игрок попасть кокосом. Если он попадает, то он забирает чашку себе. Если не попадает и кокос оказывается в другой чашке, то кокос остается в другой чашке. Но тот, кто стрелял, ничего не получает. Вот эта штука говорит, что надо на расстоянии вытянутой руки стрелять обезьянкой. То есть нам придется делать вот что-то типа вот такого. Ну и последний эффект – это пропуск хода. Просто ты говоришь, Тимур, ты пропускаешь ход. Тимур такой, ну ладно. Самое скучное. Самое скучное. Как и получить дополнительный ход. Последний эффект, который я убрал – это дуть в игрока, который стреляет. Мы просто немножко, как это сказать, по-своему смотрим на этот эффект. Как раз мы думаем на игрока, а не на шарик. Да, они на меня не шарик. Вот поэтому не будем мы экспериментировать с такими вещами, особенно на записи. Мало ли что. Две карты, например, я раздаю. Их можно применить в течение всей игры. Как в любой. Ужаешь себе. Тэкзет на игре – все в последний момент. А как мы решим, кто первый? В смысле? Так же написано. Первый бой – тот, кто последний в Black Myth в Уконг играл. Что это? Это игра, в которую ты играл? Да. Что? Не знаю, что это? Нет. Сейчас игра компьютерная популярная про обезьяну. Короля обезьян, да. Да. И в китайском сеттинге там разные китайские мифические существа. Хорошая? Подожди. А, это соуслайк, который? Ну, она сильно проще, чем соуслайки, но я прошел с удовольствием. Понятно. Да, я видел обзорчик. Тогда ты начинаешь. Ладно, так же быть. Значит, вот так пойдет. Ну, давай. Так, на счет 3 все готовы. Открывайте глаза. Поехали. Ну, ладно. Пойдет. Заготовленный. Ну, что он плохой? О, промазал. Ну, ничего, ничего. Сейчас Николай нас убирает, но потом у него... Ну, охрана-то. И так 3 часа. Это будет долгий. О, есть. Красный. Наскачегарились. В красный. Вот сейчас все будут пытаться в красный попасть. Ну, слушай, так, ребята, что началось? А, кстати, да, я не сказал, но вы не можете ставить обезьянку... Ну, за вот эту... За красные линии. Да. Так, я попробую попасть в красный, хочу дополнительный ход. Ну, ладно. Хотеть непрятно. Проще всего там, Коля, конечно. Эй, эй, парень. Так, попробуем. Знаешь, чувак, я вот что подумал. Пока мы с тобой метим в красный, он промахивается, но собирает... Ну, мы не сейчас подберем, если он еще раз попадет в какой-то... Все эти стаканы я метил, что ли, папа. Опа, два красных, смотрите, два красных подряд сейчас будет. Так, ну сейчас можно победить в теории, да? Если ничего не играть. Ну, не в моем случае. Не-не-не, ну, слушай, подожди. Так, ну, да вот дальний красный, кстати, нормально. Ну, получается, да, это проба. Это орех Ван Дам как-то. Блин, ты что, смеется ли это? Это щит, это щит. Что за щит? Ты по правилам, в общем? Да. Слушай, мне кажется, пора вот туда стрелять. Началось. Душу, Коля. В меня решили стрелять? Не в стаканы, просто в меня. Кстати, нормальный план, если у вас игра приближается к завершению через кокосы, стрелять в свои стаканы. А ты не так делаешь. Ах, блин, смотрите, это будет красный стакан, дополнительный ход и забирай у Коля. Одним быстро. Ну, ладно. Смотри, сколько открыл. Мой получается. Да как? Неуязвимый стакан. Что там, плюс один ход? Не знаю, я пока... Подожди, сейчас правильно положу кокосик. Да, вот так вот. Еще один. Так, ну-ка, нужен второй красный. Ах ты ж. Так, постой, 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 постой. Стой, стой, стой. Ладно, не посмотри. Ладно, ходи. Рановато пока, да? Слушай, так, играю карточку. Это, видимо, пропуск? Да, это пропуск хода. Прости, Коль. Это че-то че-то... О-о-о. Так, поехали дальше. Не, слушай, ну это суровый. Еще ход. Ай. Это был суровый бросок. Надо забирать свои. Не срослось. Так, Николай. Так, давай я успею. Не, давай, давай. Давай ты будешь стрелять на расстояние вытянутой руки. Я даже камеру переключу. Ну где-то так. Умрил. Ну в камеру путал. Есть запас лос. Потом по всей студии будем собирать кокосы. Так, а мне надо забирать. Мне надо забирать вот тут. Да что такое? Так. Коль, прости. Что еще про? Хочется поиграть без Коли немножко. Наконец. Блин, а не считается за два этого? Не считается за два. Хотелось бы. А, ну все. То есть я... О, хорошо, у меня открыт путь к красному стакану. К вот этому. Да че? Как это? Так не считается. Как это так? Почему он вылетел? Ты смотри. Смотри, он прям на этот... На тебя. Я на его в матрице просто. Да ё-моё! Да вот, ладно. Самое да. Это было хорошо, но не то что нужно. Но сбить стакан недостаточно, да? К сожалению, здесь не замок надо разрушить, а... Да, да, да. Ну, в целом, можете играть и... Так. Пытаться разбить. Я не... Ммм... Нет, давайте попробуем остановиться. Не целиться поближе. Ноп. Не-не, это мой стакан. Что творит? Что творит? Таааак. Так, а давай-ка ты теперь на вытянутой руке. Теперь я на вытянутой руке. Ты думаешь, я не попаду? Ах ты ж! Как это было неприятно. Стой, стой, стой. Так, так, готовлю позицию. Да хорош, ну! Так, этот, по-моему, уходит вниз, там. Это было опасно. Только ты можешь его стрелять. Отдай мой стакан. Блин. Так, Николай. Николай плюс один ход. Николай, ты стреляешь вот сюда. Ну, это будет прям... Легендарно. Близко. Ну, у нас есть еще круг, чтобы осадить этого нахала. Да как? А все у нас закончились? Не-не, да вон насобирал тут, кокосовый магнат сидит. Да мы все в него просыпуляем. Что такое? Ну, давай с закрытыми глазами попробуем. Так. А вам интересно... Ну, ладно. Хорошо. Это демассаж. Ну, а я близко был? Близко к стакану, но далеко от того, чтобы попасть. Черт. Близко к обезьяне был. Сейчас все можно закончить. Все, да, да. Вот он, вот он промах. Вот он промах века. Промах века. Хорош, хорош. Мы потратили все карты. Ты разбил бутылку. Ой. Это полочка. Да, да, кстати. Мне кажется, бутылка за два сойдет. Это считается за одного, да? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Как я зол. А если ты в свой красный стакан попадаешь, то стреляешь? нет конечно в смысле а че за че а какая ну а ну кстати да все свои закидать в один красный все потратил это нифига ты придумал то мяч пропаганда по корзине проскочил то есть мне сейчас надо забирать красный и потом желтый вот так надо свой раз или как тимур был жим-жим произошел как будто проще у кости собрать красный стакан ой желтый ну ты нормально так два пропуска хода у него это что вообще по-моему все когда я играл мы не заканчивали партию по тому кто быстрее все соберешь и стаканов но в четвером просто это сложнее стаканов то количество тоже вот взаимодействие больше логично так надо посчитать кокосы правильно ли у нас бананы кокосу еще красный где стакан а вот тогда нет как-то симметричный вот так давно так важно и google а то мы тут лишние доставали чтобы у нас не случилось тут так 8 держи 448 и моей 8 1 понял точно я растерял всю свою сноровку к утону ты была на самом деле когда ты играешь на час-полтора подряд помните какие были страйки прям жесткие а мы с вытянутой руки попадали там как там было на вытянутой руке за какими глазами попадали на втором этаже это вообще был просто . это он тренируюсь просто не сомневаюсь познать чё сейчас тогда ты первый начинай а потом третье я первую начинай что честно и мы это играем три часа просто так ну поехали давай слушай честно и честно честно да вот красный мой и твой вот свинство было я тоже ну что так стрелять это свинство не попасть я попал вообще-то у меня все вот так вот надо не все записано на камеру записано уж что творишь к тебе а чтоб так и что происходит подождите-ка подождите-ка ах ты но я был блин я обозлился после первой партии я не я да что с вами не так вы нормальный я для вас шутка что происходит хорош хорош как и цукра свидания здравствуйте форум первый стакан он самый живая кровь перейдет оп опа кажется надо не пытаться стакан забыть даже был почти красный так он попал да мне кажется он просто ты просто пугал и обезьянь так не это мы забираем нет не забираем а там еще еще важно как ты кокос кладешь они такие не то слушай об этом я не думал и серьезно скажи пожалуйста я не знаю я ну как бы я сейчас криво положил вообще стараюсь положить кокос но острием тебе острием к себе максимально ровно и тогда ты можешь примерно траектории просто если ты его буквально смещаешь вот чуть-чуть у него начинает ну крученый в сторону не крученый что ли но ты из красного выпал мне кажется поэтому его так закрутил и выскочил даже гайта из ваша тактика да не в смысле криво лежал посмотри вот ровненький просто я могу просто я не попал на руки криво но да да но кокоса ровненький ровненький кокос вот коля метит в один и тот же красный стакан рано или поздно он попадет смотреть да ой 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 это криво кученый был а вы когда я так то руки кривые значит сразу у 2 стакан да я это ты смысл это стакан всего там просто плотненько туда плотненько не плотненько здесь ложнее попасть Ну то есть я попаду в красный, это будет так вкусно. Он просто затянул к себе. Это не плохая тактика. Это война. Да, как так, что ж такое. Ой, кривой, ой, кривой. Чуть в твой стакан не забегал. Опа. О, спасибо. Там у меня больше шансов в той стороне теперь. Ооо, спасибушки. Так, второе, быстро. Заменяется. Надо еще один красный стаканчик. Ооо, бочки. Ну вот они, вот они разошлись. В чертяки. Ну ладно, в этой стороне теперь прям плотненько. А в этой игре все может быстро поменяться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как же это было близко. Так, стопе, 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 стопе. Мне не дадут. Подожди-ка. С закрытыми глазами. Коль сможешь мне помочь с этим? Я думаю, что нам не нужен крупный план, как ты закрываешь ему глаза. Все и так знают. Так. Куда-то туда. Близко. Как это было близко, да? Мы не скажем, что Тимон просто выкинул из стакана ореха его в нужный момент. И рукой его так держал. Так. А я посмотрю. На повторе, да? Там... Это что? Куда ты? Куда ты собрался? Дай! Да я знал просто. Все, обезьяна. Так стой, погоди, погоди, погоди. Ладно тебе. Давай на расстояние вытянутые руки. Ну давай. Так. Это примерно вот отсюда. Запасные. У нас очень много запасных. Итак, сейчас они сольют на меня все карты, а потом я сделаю такой ход. Плюс один. Плюс один. Плюс один. Просто извиняющая тишина. . Плюс один. Стоп. Итак, давай-ка ты будешь попадать в... . . Да нет, ты что? Изережи. Ну, зато он не увеличит конечность. Давайте я буду попадать вот сюда. Ой, слушай, я как раз сюда и хотел. Да. Блин, все отлетают. Просто миллиметры тебя спасают. Отбери стакан уже, в конце концов. Коль, ну что так? Удар по макушке плюс два очка. А это порча ему лучше, да? Не выиграть ничего. Кажется, это... Ну, ладно, ладно, ладно. Или нет? Давай. Знаете, нужно попасть вот в этот. Вот в тот? Вот в этот. Короче, вот в этот. Это непростая задача. Ну, попробуем справиться. Ну, уау, уау. Я попал, но не в тот. Не, оставь там. Остается, да? Да, конечно, конечно, конечно. Слушай, а давай еще ход сделаем. Такой ты, такой ты. Такой жучарик, конечно. Просто. Экс. К успеху идешь. А что, ну, нужно попасть в тот стакан. Почему? Другие мы не считаем. А, ха-ха. Ух. Упс. Ладно, ладно. Да, что такое? Я тоже не понимаю, что происходит. We are the champions, my friends. А, ну мне просто свет в сторону Кости свить, поэтому мне удобнее в Тимура в сторону стрелять. Там тоже в софит стрелять что-то. Можно руками отбивать кокоса? Клюшкой отбивай. Мог отскочить, кстати. Да. На самом деле, мне вот эта башня немножко мешает теперь из-за того, что она здесь стоит. Ну, все. Но не помешало победить. Какая авторкация была. Спасибо, спасибо. Закрыть глаза. А, я понял. Блин, ребятки, ну что это? Ну что? Слушай, подождите. Проблема первого игрока, типа, да? Да. Кто ходит первым, тот побеждает. Поцелуем. Ну, мы сейчас эту теорию проверим на практике. С моим глазомером. У меня в стакане 5 кокосов. Какого-то было больше? Слушай, в одном? В одном. Сидеть. Ну, мы, видимо, переходили. Мы, видимо, переходили. Это тот, который я у тебя забрал. Перетягиваю вот это сюда. Ты, видимо, его у Коли забирал. Невероятно. Жучара. Все так. Так, 8. Так, вот здесь красный должен быть. 8. В стаканах ничего не осталось? Нет. Сколько у тебя? 6. 6. 8. Вроде нет. Ну, значит, отсюда. Вообще, по идее, в пуле должно было остаться. Учитывая, что я пополняю регулярно. Ну, ладно. Так. 8 же? Ага. Хорош. Все-таки у Кости осталось меньше. Значит, он там что-то... Что-то... Кто увидит на записи, как Костя жулит? И кладет в карман кокос? И делает вид, что он целится, стреляет, а там не было кокоса. Он просто кидает его из-под стола. Пишите в комментариях. А мы просто такие смотрим, такие вот так. Он такой, смотрите, мы отворачиваемся, а он такой, знаешь, просто... Попал. Что произошло? Непонятно. Может, у меня суперспособность, как у Флэша. Я очень быстро могу делать действия. Но 25-м кадром вы можете увидеть одно неловкое движение, где кокосы улетают. Нет. Нам нужен Хукай. Такой, чтобы пью-пью-пью просто... И всё. Хукай тоже с голеной глазами. Самый беспунктовый герой. Зато хороший человек. Да. Примерно эти... Ну... И семьянин. Ну всё. Ну что, я готов швырять кокос. Погнали. Блин, не ровно лежит. Нет, не тот кокос такой. Во. Замах на рубр был. Так, что случился. Константин, трек. Давайте. Поехали. Николай, что с вами? Первый пошёл. Ну началось, ну началось. Что такое? Бомб! Увеличивает ценность так она. Удобно. Вывожу кокос из пула. Пойдёт. В этой игре есть мета? Ооо, это хорошо. Запрещенная на территории Российской Федерации? Это мета? Фестеры красные, я просто арну. Ну нет, не настолько. Я хочу убиваться в лидеры, чтобы против меня сразу летело всё на свете. Это с тремя кокосами. Да. Какая разница, всё равно выиграю раньше. Смотри, как у пижон. Удобно. А что ты туда не поставил, что-то? Кученько. Так, теперь Тимур вырывается вперёд. А он даже не первый игрок. Чип-лидер. Первый, первый, да. То, что он пробазил в втором ходу, ещё не знаю, что он не первый игрок. Я не знаю, что он не первый игрок. Я не знаю, что он не первый игрок. Я не знаю, что это на моём ходу. Слишком... Блин, сконцентрировал. Подожди. А, что? Это... Это с прошлого раунда. А, вот где он был. Да, он под стаканом был. Что? Ну просто хорош. Ну что? Ну что? Есть. О, там много красных туда. Грех не целится. Минус кокос? Минус кокос. Минус кокос. Это было очень сильно. Так, ну мне настроенный уже... Что, Николай? Настроенный кокос. Коколай? Так, блин, кокос неровно положил. Сейчас. Все сразу, да? Стали обратить внимание на неровный кокос. Все должно быть идеально. Вот чуть закручено. Вот зря поправил. Мне тут не нравятся два красных. Это прям сладко. Близимо. Раз. О! Так. Ну и всё на этом. Да ладно, я хотел повеселиться. Блин. Подожди, подожди. Ну подожди. Не, я ход возьму. Еще ход? Блин. Ну тогда давай ты будешь стрелять. Вот сюда вот. Во-во! Это довольно простой. Сейчас узнаем. Еще ход возьму. Еще ход? Да нет. Я думаю, нет. Если вам было не видно, там нет. Просто скажите нет. Я тебе раздал два хода, а ты раздал два скип-хода. Вообще. Не очень. Я карточку из зона просто сыграл вот эту, где нет. Да. Просто нет. Черт, каков шанс был. Ух. Так. Так, Тимур. Что? На расстоянии вытянутой руки? Давай, легендарный бросок. Легендарный бросок Тимура на расстоянии вытянутой руки. Дыру. Ооо, она была близко. Близко было. Близко к стакану. Но не к победе. Ты давай вот мне это. Нет, 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 нет. Ух. Я должен, я должен. О, карты закончились. Огнище. К сожалению, не ждаю игрока. Игра поломана, можете не играть. Это было бы... Слушайте, надо решить. Ну, надо решить, кто чемпион. Решающий. Надо решить, кто чемпион. Но только надо понять, кто первый будет ходить. Давайте на... Суэфа. Честно. Честно. Давай. Чувази, фигази. Только давайте без вот этой ножницы сначала показывать. В смысле? Первые ножницы? Зачем? Первые ножницы. Зачем? Но можно не ставить. Первые ножницы, но можно не ставить. Ну, я поставлю камень, ребята. Давайте. Без ножниц. Без первых. Да, просто. Просто суэфа. Давай. это был краткий экскурс как побеждать с людьми которые говорят первые ножницы внезапно ух так меня 8 так у меня 5 у меня очень но я прошу заметить что 3 . был самый быстрый тренировались уже натренировал сейчас посмотрим коль выигрывает что за один ход не настрой стороны было с инстинклей 2 а с твоей стороны ими до плюс один ну это честно это уж так началось началось наконец-то все расстрелялись приметились очень красиво очень красиво и попробуем очень красиво но закрытыми глазами было бы так огонь первая кровь первыми сколько красных стакан уже меньше крутится по кольцу ай-яй какой жирный стакан забрал ты смотри вот вот жирный так постой давай закрытыми глазами легко спонсор закрытые 20 силы не хахаха точно давай дзен и холодных рук так в сторону тимура куда-то только не в голову мне как это было близко эх о что-то так ну тогда ай такие зевят пропусти ход карту не хотят тратить смотри такие оба жуки и переглядываться кто первый сыграет так у него больше стаканов Иначе можешь победить. Проходится как-то сдерживать следы. Блин, было близко. Это прям... Как же больно. Давай назад вывернем. Ах. Почти. Почти. У меня тут для тебя лежит кое-что. И у меня для тебя кое-что. И 20 плюс 1 сидят такие. Лежу, чар. Собирай, собирай. Ну что, стреляй? С закрытыми глазами. Снова? Да. Да как так-то? Ну если он сейчас попадет, то это будет просто топ. Ух. Это было дальше, чем в первый раз. Это было так близко. Или нет. Причем красный, да, еще? Там можно было побеждать и побеждать. Ох. Вылетел? Вылетел. Блин, он вылетел? Да. Ну что? Коли на карточке пошли в бой. Куда? Так, давай, надо попасть вот в этот. Ну да, это не просто. Миллиметр и просто. Что такое? Так сегодня это было. У меня не до лютой липин? А, ну мне не до лютой перелет был. Ой, мы сейчас закончим по стаканам, да? Что такое? Давай с вытянутой руки. На вытянутой руке. А как мы по стаканам закончим? Когда все стаканчики с стаканами. Да, если вот этот сейчас выгляжешь. Тоже заканчивается игра? Да, мы будем считать кокосы стаканами. Вау. Ну давай. Так, давайте. Смотри, он еще в моей целится. Ты в мой целился? По голове обезьяне. По голове обезьяне это... Жбэнк был. За два кокоса считай. Оооо. Еще и в красном. Еще и с расстояния вытянутой руки. Ну это, конечно, будет легендарно. Ну что, легендарный? Что, такая красивая башня? У тебя три желтых, два красных. Легендарный? Должен быть желтый в конце. Все в моей месте. А я вот не... Если красный, то не считается. А я вот знаете, что не понимаю? Больше шанс попасть в твои, потому что они стоят на одной как будто линии ко мне. То есть, если он даже стукнется, он потенциально может отскочить в стакан. Либо его, потому что как будто дальше стрелять проще. Я не понимаю. Это не считается. Ну это красиво даже. Спасибо. Какой-то узор. Спасибо. Проклятие... Проклятие... Проклятие первого игрока побито. Ну я понял, да. Просто уничтожьте мою башню, да. Просто как катапульты. Да, да, да. О, кстати, можете играть в замки катапульты. Ну это тогда надо ставить вот так, тогда и... Вот такая, ребятки, угарная игра. Мы полчасика играли. Четыре партии. Представьте, сколько мы партий за полтора часа сыграли. Ну реально без остановок. Мы играли на четверых, но она тоже была много. Ну на четверых она может... Ну она чуть дольше сразу получается. Потому что ну вот это вот перетягивание постоянно... Да, там больше перетягиваний друг у дружки стаканов. И вы сидите вот так друг напротив друга. И у вас невольно возникают такие вот спарринги. А потом ты такой... Ну ладно, Константин. Внезапно... Удар в спину просто. Да, да, да. Потому что внезапно у Кости пять стаканов из шести. Простая, как вы видите, очень. Но веселая. То есть она может давать вот такой азартный геймплей. Напомню, что на кэпах в нее вечерами играет. Днем обычно все душки, в ростик всякие. Серьезные игры. Ну да, это игра такая для расслабованной, типа такая повеселиться. Если у вас есть какая-то компания, и вы не хотите долго рассказывать правила, но при этом вы играете дома, и вам несложно собрать все кокосы потом. Да, это очень хорошая игра. Нам сейчас предстоит кокосы собирать. А вы играли в нее до того, как мы на кэпе сели? Или для всех это был первый опыт? По-моему, нет. Я видел только у Илюхи Мурсеева в видосе каком-то эту игру, а сам не играл. Я на кэпе видел. На мипплкэмпе я видел, как играют тоже. Но до этого мы не играли. Но мы вроде... Мы как, мы же вроде сначала достали, втроем сыграли, да, потом Тимура позвали. Потому что не хотели Тимура звать на что-то непроверенное веселье. Подожди, не, мы же в комнату занимались, вместе прям пачки игры принесли. Да. Но мы уже вроде с Сашей сыграли тогда, с Костей один раз. Я не помню, неважно. Ну, короче, да, я такой... Реально будем в это играть? Вот такие, да, да, вы иду меня сыграли. Да, и вот такие, да, это прикольно. Вот увидишь. И всё. И просто это... Мне же надо же в чемпион топ-2 или топ-1 месяц. Топ-2. Ну, какая-то такая игра, и внезапно оно такое высокое место. Ну, потому что оно запоминается, типа, эмоционал такой. Да, особенно, когда вы загрузили голову чем-то, чтобы потом переключиться. Ну, как раз под вечер, типа, когда уже не хотите сильно думать, типа, правила какие-то изучать. Взяли, повеселились. Но всё равно весёлые, типа, в любом случае. Отбирайте стаканы. Ну, тут самое весёлое, когда ты отбираешь стакан у друга игрока. Ну, и вот эти карточки с фабилок. Тем более, что под вечер вы уже настолько навесели, что вы там дуете не на кокосы уже. Дружка. Да, там чего только не происходило. Смотрите на Бусти у Тимура, куда ему там дули. Там такого нет, ребят, или нет. Да, такое запрещено показывать. Это на OnlyFans. Ну, это было... Слушай, ну, правила они не говорили, как дуть, просто. Да, просто... Так там правила вообще ничего не говорят. То есть не говорят, как закрывать. Не говорят, что нельзя сказать, меться в свой стакан, типа... Но... Слушай, эффекты настолько фановые, они... Настолько фановые, насколько фановая ваша компания, да. То есть, как вы придумываете, типа, это, да. То есть, в общем, вы видели, по этой картинке и так в целом, можно понять, что значит эффект. Вы можете мне рассказывать, что значит эффект, сказать, придумайте эффект. Да, особенно обвяжи обезьяну. Да, да, обвяжи обезьяну. Хм, обвяжи обезьяну, уже интересно, что значит эта карта. Игрок может стрелять, но он будет связан. У нас, если я все правильно понимаю, у нас будет издана версия с четырьмя обезьянками. С четырьмя обезьянами будет удобно, да. Потому что существует версия с одной обезьянкой. Ее надо передавать по кругу. И вы просто ее передаете. Возможно, это не критично. Но если у вас сломается вдруг механизм, ну, там, спустя какое-то количество времени, как бы, я не знаю, насколько они там долговечные, ну, кажется нормальные. Но просто если вдруг или уроните, или там наступит, оно упадет, тот наступит. Если она сломается, что вы будете с этим делать? Но опять же, на кампах ее постоянно играют. Тебе я не видел ни разу сломанные обезьяны на коробке? Не, ну я тут скорее про, ну, вдруг, да. Но опять же, четыре обезьяны сильно, мне кажется, быстрее идет, ну, потому что все заранее кладут кокос, типа, уже прицеливаться, так, типа, передал, там, взять кокос, положить, прицелиться. Все равно чуть-чуть темп потеряется, а так вот такой хоп-хоп-хоп. Ну, забавно. Ну, необычное решение по локализации, ну, будем честны, и на самом деле я очень рад, что Саша подписал. Ну, как будто бы эту игру невозможно взять на локализацию не поиграв, ну, то есть, потому что так сможет. Ну, какого-то детский сегмент, конечно. Да, да. Ну, у нее... Для детей она тоже хорошо подходит. Для детей мне точно хорошо. Слушайте, я уверен, что она в первую очередь делалась для этого. Ну, по сути, по оформлению, по коробке... У нее даже... Я когда... Ну, для своих топов я беру видеоролики, если это, допустим, игра на Кикстартере, которая была, я беру красивый ролик с Кикстартера, чтобы, ну, хороший визуальный ряд был. И для этой игры, я когда искал ролик, наткнулся на рекламный ролик, и там мама играет с двумя детьми, они там, сколько им, где-то 5-6. Ну, маленькие дети, мальчика-девочка, и азартно играет. Ну, то есть там взрослыми в ролике не пахнет. Но это далеко не значит, что в нее взрослые не могут играть. На кемпе в нее дети не играют. Вот. Далеко не дети. Там дети настольщиков, которые играют в хардкор-мейлебра, да? Дети хардкорщиков, да, играют в хардкор-мейлебра. Прям реально. Да, за счет вот этого гиммика, мне кажется, детская. Ну, по-моему, как-то там, я и Хасбро, да, делает такие игры, где какие-то гиммик-компоненты большие такие. Ну, сейчас общается популярный сегмент с гиммиками вот такими детские игры делать. Угу. И с каналы сейчас... Ты считаешь, это необычный компонент, который делает игру, по-сути? Ну, все это взаимодействует с каким-то, ну, с какой-то игрушкой, типа, да, по-моему. Вот, таких игр много. Вот сейчас же это... Много каналов на ютубе, которые играют в игры на двоих. Там... А, ну, шорты, обещают. Шорты, да, таких много вот сейчас. И там вот много же таких игр, которые, ну, там, явно из детского сегмента взяты, но в целом, типа, пофанятся вам быстро, типа, они тоже подают. Ну, кстати, а кокосов я ни разу не видел, чтобы... Ну, то, что на двоих не играется? Ну, хотя бы, в целом, нет. А, ну, хотя бы, ну, да, можете раскладку на четырех играть вдвоем просто. Ну, да, здесь не сказано, что... Здесь написано... Не, ну, двух и на четверых. Раскладка как на четверых. Вы просто играете дуэльно вот так, все. Ну, у меня просто есть друзья, да. Не, я... Сейчас кто-то сплакнул там вот за кадром. Не, ну, можете и в соло играть. Как я дома, когда тренируюсь. Каждый вечер на протяжении двух недель. Такой... Ну, Тимур потом нарежет, но оставит только одно. Типа, либо я играю в соло каждый вечер, либо у меня есть друзья. Вот вам пара вариантов для монтажа. Ну, Николай как узнал, что мы через две недельки пишем, он такой, ну, окей, стрельнул коробку и тренировался. Вот. Не то, чтобы это могло. Я просто дал вам показать себя. Так бы я что, я выиграл бы там за шесть выстрелов, и что, показали бы игру? На самом деле, мы показали много прикольных моментов, которые игра делает. И Final Strike с вытянутой рукой. И здесь, что попаданий с закрытыми глазами не было. Причем у нас много было попыток, и самое прикольное, что в последнем раунде, в последнем сработало. Попаданий с закрытыми глазами тоже довольно эпичная штука. Так что... Причем, когда он там вылетает, откуда-то и куда-то залетает. Ну, это, кстати, это забавный момент. Ты такой, куда-то целишься, а потом, ну, а забираешь чашку внезапно другую. Потому что они, они, короче, резиновые. Они резиновые, они такие, как сказать, не скользкие. У них центра тяжести нормально нет. Они, ну, вот так, вот такое делают, поэтому отскакивают куда угодно. Ты стрелял сюда, а забрал тут стакан. Ну, да. От поверхности может отскочить, попасть стакан. От другого стакана. Угу. Это прикольно. Это прикольно. Так что, ну, бывает такое, что у человека два красных стакана, один удобный, один день там спрятан. Ты стреляешь в ближайший, а попадаешь в дальний красный. Ну, ладно. Я туда и метился. Квест комплит. Просто. Блин, еще надеюсь, если Саша посмотрит, он издаст игру с пустыми картами, чтобы люди свои варианты спецабилок писали. А что, а есть такое или что? Мне кажется, это легко издать. А, в смысле, просто закинуть в коробку пустые карточки, чтобы... Ну, забавно. Стрелять из-под стола? Да, из-под стола. Ну, мне кажется, много о чем может быть. А, ну, просто открыть коробку с этими, с Dungeon Fighter, и оттуда накидать пару вариантов. Ну, да. Спиной к столу. Спиной к... Из-под коленки. А, ваша нога должна быть на столе, когда вы стоите. Или подбородок, с головы другого игрока. Ну, кстати, да, вы спокойно можете сюда замешать карты из Dungeon Fighter и играть с ними. Вот это усложнение. Это правда. Это правда. В прыжке, в повороте, типа, вот это. Нужно, нужно срочно новую игру вызывать, просто совмещать, поменять обезьян на, ну, на каких-нибудь других животных и всё. А, и обогнать Сашу? Я не пуляю. Только своих классных эффектов положили. Да, и всё. Только они будут пулять, не кокосы, не знаю. А, кстати, в версии, которая в трейлере, у них кокосы зелёного цвета почему-то. Можно издать русскую версию, короче, там будут медведи вместо этих, вместо... и кидать будут рыбу, и назовём ловилища, типа. Блин, а может он... И бочки будут вместо стаканов, типа, может берёзку будут, такие просто обрубки берёзки швырять. Ну, кстати, тоже. Но тут не получится смешного названия ловилища. Лови бревно. Лови бревно. Но лечь не круглой формы. Ну, так нет, там как раз будет такая рыба, она такая лежит. Круглая? А в катополь-то вроде есть рыбы, как снаряд, нет? Я не знаю. Круглые ядра там точно есть. Но весь прикол в том, что они не круглые как раз. Если бы они были чисто круглые, было бы не так весело. То есть, не было бы вот этих внезапных всяких ситуаций. Да, то он просто бы попадал куда-то либо промазывал, а тут типа он, без того, что он так не ровненький, там внезапный хаос такой. Ты не можешь на 100% заложиться. Ты можешь классно приметиться, но как это, как он у меня и у Кости было, когда он попадает в стакан, там его раскручивает, он просто выпрыгивает из стакана. Причём не просто вот, ну, типа попал и выпрыгнул, а видно было, что его центробежные силы выкинули. Это забавно. Мне кажется, когда много кокоса в одном стакане, то ещё больше вероятность, что кокос отскочит. Думаешь, а мне кажется, наоборот, они должны его... Нет, если всё дно в кокосах, тогда, а если их несколько лежит, там три штуки, наверное. Мне кажется, они тоже начнут толкаться там и чуть-чуть погасим. У нас несколько раз вылетал кокос сейчас, когда был много кокосов. Ну, так, конечно. Понятно, всё с таком. Просто в упор рукой промазал. да. Вышитит траекторию ещё. А, может быть, я фигуру сказал. Не знаю. Если есть физики, кто смотрит это видео. Да, напишите нам, накидайте кости. Механикам кости. Да, когда там пусто, он проще, у него больше пространства для отсказки. Просто когда он с кем-то сталкивается, мне кажется, он часть теряет, типа, с кинетичной энергии. Кусотанцы так. Да. Теперь мне накидают там в комментариях, что я не прав. Ого! Это было хорошо. Слушайте, я думаю, что это отличный повод сказать вам всем спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вы просто поугарали с того, как мы играем. в кокосики. С вами в кокосики играли Тимур, Николай, Константин. Не болейте, берегите себя. Увидимся в следующий раз. Вам спасибо, что пришли, пацаны. Пока-пока. Можете помахать, напоследок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok